Здравствуйте, уважаемые студенты! Темой нашей сегодняшней практической работы по дисциплине «Организация производства и менеджмент предприятия» является «Производственная программа по эксплуатации подвижного состава». Разработчиком данной практической работы является ассистент кафедры «Транспортная техника и логистические системы» Кукешева Алья Багибаевна. Целью работы является закрепление практических навыков по расчету производственной программы согласно эксплуатации подвижного состава автотранспортного предприятия. Давайте ознакомимся с порядком выполнения данной практической работы. Первое. Вам необходимо ознакомиться с кратким теоретическим материалом практической работы. Второе. Вам необходимо ознакомиться с методикой выполнения практической работы. Третье. Вам необходимо выполнить практическую работу и сделать выводы по проделанной работе. И четвертое. Подготовиться к устной защите данной работы. Согласно порядку выполнения данной практической работы, в первую очередь, вам необходимо ознакомиться с ее кратким теоретическим материалом. В данном материале представлены основные сведения по производственной программе согласно эксплуатации подвижного состава автотранспортного предприятия. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава разрабатывается на основе данных о количестве подвижного состава на планируемый период и от его производительности в соответствии с установленными эксплуатационными показателями. Производственная программа состоит из количественных показателей работы всех автомобилей, находящихся на автотранспортном предприятии, из средних показателей использования парка, из объема перевозок и груза пассажирооборотов и из показателей производительности автомобиля. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта оценивается по следующим технико-эксплуатационным показателям. Таким показателям относятся коэффициент технической готовности подвижного состава, коэффициент выпуска подвижного состава на линию, коэффициент использования пробега, коэффициент использования грузоподъемности или пассажировместимости, продолжительность работы подвижного состава на линии, время в наряде, техническая скорость движения, эксплуатационная скорость движения, время простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой, средняя длина ездки с грузом, среднее расстояние перевозки грузов пассажиров. Итак, вы ознакомились с краткотеоретическим материалом данной практической работы. В результате вы получили необходимые знания о производственной программе и о расчете производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. В общем, производственная программа оценивается благодаря описанным технико-эксплуатационным показателям. На основе полученных данных вам необходимо ознакомиться с методикой выполнения данной работы и, собственно, выполнить представленную работу. После того, как вы ознакомились с краткотеоретическим материалом данной работы, вам необходимо ознакомиться с методикой ее решения. Согласно цели практической работы, вам необходимо произвести расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава автотранспортного предприятия. Для того, чтобы произвести расчет производственной программы, вам необходимо определить технико-эксплуатационные показатели. Первый показатель – это пробег автомобиля до капитального ремонта. Для того, чтобы определить данный показатель, вам необходимо использовать формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле LKRN означает нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта. А LKR – это совокупность всех корректирующих коэффициентов. Согласно условию, LKR должно быть больше 0,5. Для того, чтобы определить пробег автомобиля до капитального ремонта, вам необходимо в первую очередь определить нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта. Нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта определяется по следующей формуле, которая представлена в следующем слайде. Для того, чтобы определить нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта, вам необходимо использовать первую формулу, которую вы видите на своем экране. В данной формуле LKRN1' означает нормативный пробег нового автомобиля до капитального ремонта. LKRN2' означает нормативный пробег к автомобилю, прошедший капитальный ремонт. LKRN2' можно определить по следующей формуле, которую вы видите на своем экране. Следующие два значения означают проценты новых и прошедших капитальный ремонт автомобилей в общем их объеме. То есть NN – это проценты новых автомобилей, а NKR – это проценты автомобилей, которые пришли к капитальный ремонт. Значение LKRN1' вы можете получить в таблице с исходными данными, которая будет представлена в следующем слайде. Для того, чтобы определить нормы пробега автомобилей до капитального ремонта, то есть значение LKRN1', вам необходимо использовать таблицу, которую вы видите на своем экране. В этой таблице представлены марки автомобилей и соответствующие их нормы пробега до капитального ремонта. Если в этой таблице представлены марки автомобилей, которую вы изначально выбрали, то согласно этой таблице вы выбираете их нормы пробега до капитального ремонта. Если же изначальные выбранные марки автомобилей не присутствуют в этой таблице, то для таких марок автомобилей вам необходимо самостоятельно найти значение нормы пробега до капитального ремонта. Для этого вы используете дополнительные источники информации, такие как краткий технический справочник или же ресурсы интернета. После того, как вы определили значение LCRN1', вы можете рассчитать значение LCRN2', а затем определить значение LCRN по первой таблице, которую вы видите на своем экране. В этой таблице проценты новых автомобилей составляют 60% и проценты прошедших капитальный ремонт автомобиля составляют 40%. Подставляя все необходимые значения, вы определите значение LCRN. После того, как вы определили значение нормативного пробега автомобиля до капитального ремонта, теперь вам необходимо определить коэффициенты корректировок. Для того, чтобы определить значение каждого коэффициента, вам необходимо использовать следующие таблицы, которые будут представлены в следующих слайдах. Для того, чтобы определить первый коэффициент корректирования, вам необходимо использовать таблицу, вторую таблицу, которую вы видите на своем экране. В этой таблице представлена категория условий эксплуатации. Согласно исходным данным, таблицы с исходными данными были представлены в первой практической работе. Каждый студент, согласно своей таблице исходных данных, выбирает категорию условий эксплуатации. Согласно этой категории, вам необходимо выбрать значение, корректирующее значение пробега до капитального ремонта. Выбранное значение будет корректирующим коэффициентом 1. После того, как вы определили первый корректирующий коэффициент, вам необходимо теперь определить второй корректирующий коэффициент. Теперь вам необходимо определить второй корректирующий коэффициент. Это коэффициент корректирования норматива в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы. Для этого вы используете таблицу, которую вы видите на своем экране. В этой таблице, согласно первой колонке, представлены виды автомобилей. Чтобы выбрать второй корректирующий коэффициент по пробегу до капитального ремонта, вам необходимо использовать третью колонку. Согласно виду автомобиля, вы выбираете соответствующий коэффициент корректирования. Например, если у вас базовый, то есть бортовой автомобиль, вы рассматриваете первую строку и выбираете соответствующий коэффициент корректирования. Если у вас самосвал, вы рассматриваете шестую строку и выбираете соответствующий коэффициент корректирования. После того, как вы выбрали второй коэффициент корректирования, вам необходимо приступить к выбору третьего коэффициента корректирования. Третий коэффициент корректирования – это коэффициент корректирования норматива в зависимости от природы климатических условий, определяется по таблице, которую вы видите на своем экране. В этой таблице вам необходимо, согласно характеристике района, выбрать соответствующие корректирующие коэффициенты по пробегу до капитального ремонта. Характеристика района, как и категория условий эксплуатации, была представлена в таблице с исходными данными в первой практической работе. Согласно характеристике района, вы выбираете соответствующий коэффициент, третий коэффициент с первым штрихом и второй коэффициент с третьим штрихом. И согласно формуле, вам необходимо эти значения подставить под формулу и определить третий коэффициент корректирования. После того, как вы определили все значения корректирующих коэффициентов, вам необходимо их подставить под вторую формулу, которую вы видите на своем экране. Далее, согласно полученному значению коэффициента корректирования и полученному значению нормативного пробега автомобиля до капитального ремонта, вы можете рассчитать пробег автомобиля до капитального ремонта. После того, как вы определили пробег автомобиля до капитального ремонта, вам теперь необходимо рассчитать следующий показатель – это среднесуточный пробег автомобиля. Для того, чтобы рассчитать среднесуточный пробег автомобиля, вы используете первую формулу, которую вы видите на своем экране. Для расчетов вы используете именно преобразованную формулу среднесуточного пробега. В этой формуле представлены NE – количество ездок с грузом, L – среднее – среднее расстояние перевозки с грузом, β – коэффициент использования пробега автомобиля, АЭ – потребное количество автомобилей, и DR – общее количество дней работы в автотранспортном предприятии. Все эти значения были получены в первой практической работе. Подставляя все значения из первой практической работы, вы можете рассчитать среднесуточный пробег автомобиля. После того, как вы рассчитали этот показатель, вам необходимо затем определить количество дней работы автомобиля за цикл. Для этого вы используете вторую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле LC у нас равно LKR. LKR – это пробег до капитального ремонта, который мы рассчитали согласно первому пункту методики решения данной практической работы. Подставляя все значения, то есть пробег до капитального ремонта и значение среднесуточного пробега, вы определите количество дней работы автомобиля за цикл. После определения данного показателя вам необходимо затем определить простой автомобиль в капитальном ремонте. Для этого вы используете третью формулу, которую вы видите на своем экране. В третьей формуле DKR означает норма простой автомобиля в капитальном ремонте. Данное значение вы получите в следующей таблице, которая будет представлена в следующем слайде. После того, как вы рассчитаете простой автомобиль в капитальном ремонте, вам затем необходимо определить простой автомобиль в техническом обслуживании и текущем ремонте за цикл. Для этого вы используете четвертую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле LC также равен LKR и представлено значение DTOTR. DTOTR – это норма простой автомобиля в текущем ремонте и техническом обслуживании в днях на 1000 км прибегом. Значения DKR и DTOTR будут представлены в одной таблице в следующем слайде. Итак, чтобы определить норму простой автомобиля в текущем ремонте и в техническом обслуживании, а также в капитальном ремонте, вам необходимо использовать таблицу, которую вы видите на своем экране. Согласно типу автомобиля, вам необходимо будет выбрать эти значения. По типу автомобиля здесь у нас представлены грузовые автомобили с грузоподъемностью до 5 тонн и грузовые автомобили с грузоподъемностью более 5 тонн. Если выбранные вами автомобили и его грузоподъемность меньше 5 тонн, то вам необходимо рассматривать первую строку. Если же грузоподъемность вашего грузового автомобиля составляет больше 5 тонн, то вы выбираете значение второй строки. Затем, подставляя эти значения в необходимую формулу, вы определяете ранее представленные два показателя. После того, как мы получили значение нормы простой автомобиля в капитальном ремонте, вы рассчитываете простой автомобиль в капитальном ремонте за цикл. Также после того, как вы получили значение нормы простой автомобиля в техническом обслуживании и текущем ремонте, вы можете рассчитать простой автомобиль в техническом обслуживании и в текущем ремонте за цикл. После того, как вы определили предыдущие три пункта методики решения данной практической работы, вы теперь можете определить количество дней в цикле. Для этого вы используете первую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле DRAP-C – это количество дней работы автомобиля за цикл, DKRS – это простой автомобиль в капитальном ремонте за цикл, и DTO-TRC – это простой автомобиль в текущем ремонте и в техническом обслуживании за цикл. Все значения данных показателей были рассчитаны ранее, поэтому вы с легкостью можете подставить все эти значения и решить количество дней в цикле, определить количество дней в цикле. После того, как вы определили количество дней в цикле, вам необходимо использовать коэффициент перехода от цикла к году. Для этого вы используете вторую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле DR означает плановое количество дней работы автотранспортного предприятия за год. Как уже говорилось ранее, значения DR были представлены в таблице с исходными данными, которые раньше были упомянуты в первой практической работе. Подставляя все необходимые значения, вы определите коэффициент перехода от цикла к году. После того, как вы определили коэффициент перехода от цикла к году, вы можете рассчитать количество дней простой автомобилей в техническом обслуживании и текущем ремонте за год. Для этого вы используете третью формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле представлены все необходимые показатели. Это простой автомобиль в капитальном ремонте за цикл, это простой автомобиль в техническом обслуживании и текущем ремонте за цикл и коэффициент перехода от цикла к году. Подставляя все необходимые значения, вы можете определить количество дней простой автомобилей в техническом обслуживании и текущем ремонте за год. Затем вам необходимо определить значение коэффициента выпуска автомобиля на линию Для этого вы используете первую формулу, которую вы видите на своем экране В этой формуле ДК означает календарное число дней в планируемом периоде Согласно условию ДК составляет 365 дней Однако для того, чтобы определить данный коэффициент, вам необходимо заранее рассчитать количество дней работы автомобиля за год Для этого вы используете вторую формулу, которую вы видите на своем экране В этой формуле ДР означает количество дней работы автотранспортного предприятия за год Данное значение было представлено в таблице с исходными данными Эта таблица была представлена в первой практической работе Затем у нас представлено значение ДПР ДПР – это количество дней простой автомобилей в техническом обслуживании и ремонте Данное значение вы рассчитывали ранее Следующее значение – это ДПП ДПП – это количество дней простой автомобиля в исправном состоянии по прочим причинам Данное значение можно принять в размере от 2 до 5% от количества дней работы автотранспортного предприятия за год То есть ДПП составляет 2-5% от ДР Рассчитая значение ДПП, вы можете затем подставить все необходимые значения и определить количество дней работы автомобиля за год После того, как вы определили количество дней работы автомобиля за год, вам необходимо определить значение автомобиля дней в работе Для этого вы используете третью формулу, которую вы видите на своем экране В этой формуле АЭЭ означает количество автомобилей в эксплуатации Значение АЭЭ вы рассчитывали в первой практической работе Значение ДР вам уже известно Подставляя все необходимые значения, вы можете определить автомобили дней в работе После того, как вы определили автомобиль и дни в работе, вам необходимо теперь определить значение автомобиля дней на предприятии Для этого вы используете следующую формулу, то есть первую формулу, которую вы видите на своем экране В этой формуле АЭЭ означает коэффициент выпуска автомобиля на линию Данное значение вы уже рассчитывали ранее Подставляя все необходимые значения для этой формулы, вы можете определить автомобили дней на предприятии После того, как вы определили показатель автомобиля дней на предприятии, вы можете определить значение среднесписочного количества автомобилей Для этого вы используете вторую формулу В этой формуле АДП означает автомобили дней на предприятии Подставляя все необходимые значения, вы можете рассчитать среднесписочное количество автомобилей. После того, как вы определили среднесписочное количество автомобилей, вы можете определить значение автомобиля в часах в работе. Для этого вы используете третью формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле ADRAP означает «автомобили дней в работе». Данный показатель вы уже рассчитывали ранее. ИТН – это время в наряде. Данный показатель вы уже определяли в первой практической работе. Подставляя все необходимые значения, вы рассчитаете значение автомобиля в часах в работе. После этого вам необходимо определить общую грузоподъемность автомобиля. Для этого вы используете четвертую формулу. В этой формуле ADRAP означает среднесписочное количество автомобилей. Для того, чтобы определить общую грузоподъемность автомобиля, вам необходимо использовать значение среднесписочного количества автомобилей и значение грузоподъемности автомобиля. Подставляя все необходимые значения, вы рассчитаете общую грузоподъемность автомобиля. Далее вам необходимо определить значение общего пробега всех автомобилей за год. Для этого вы используете следующую формулу, которую вы видите на своем экране. Для того, чтобы определить общий пробег всех автомобилей за год, вам необходимо в первую очередь определить пробег автомобилей с грузом. Для этого вы используете первую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле NE означает количество ездок с грузом и L-среднее означает среднее расстояние перевозок груза. Все эти значения были получены при расчете первой практической работы. Подставляя все необходимые значения, вы можете определить пробег автомобилей с грузом, а затем общий пробег всех автомобилей за год. Далее вам необходимо определить выработку одного автомобиля за сутки. Для этого вы используете следующие две формулы, которые вы видите на своем экране. В этих формулах Q годовой и P годовой означает, соответственно, годовой объем перевозок и грузооборот всех автомобилей за год. Данные значения, значения годового объема перевозок и грузооборота были рассчитаны в первой практической работе. Также в этой формуле ADRAP означает автомобиль и дни в работе. Подставляя все необходимые значения, вы рассчитаете выработку одного автомобиля за сутки. После того, как вы определили значение выработки, вам необходимо рассчитать годовой грузооборот в приведенных тонн и километрах. Для этого вы используете четвертую формулу, которую вы видите на своем экране. Однако для того, чтобы рассчитать годовой грузооборот, вам необходимо определить его соответствующий коэффициент. В этом коэффициенте представлены значения технической скорости, коэффициента использования пробега и времени под погрузкой и разгрузкой. Все необходимые значения для данного коэффициента вы можете получить в первой практической работе. Подставляя все необходимые значения, вы можете определить годовой грузооборот в приведенных тонн и километрах. После того, как вы определили годовой грузооборот, вам необходимо определить длину груженной естки. Для этого вы используете последнюю формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле все необходимые значения были представлены ранее и были рассчитаны ранее. Подставляя все необходимые значения, вы с легкостью можете определить длину груженной естки. Далее вам необходимо произвести расчет, который будет некой проверкой первой практической работы. В первую очередь вам необходимо определить среднее расстояние перевозки грузов. Для этого вам необходимо использовать первую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле представлены значения грузообъема перевозок и грузооборота. Подставляя все необходимые значения, вы определяете среднее расстояние перевозки грузов. И данные значения должны совпадать со значениями из первой практической работы. После этого вы определяете статический коэффициент использования грузоподъемности. Для этого вы используете вторую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле также представлен объем грузоперевозок, грузоподъемность автомобиля и количество ездок с грузом. Все необходимые значения были представлены в первой практической работе. Вам необходимо все эти значения подставить и рассчитать статический коэффициент использования грузоподъемности. Данный коэффициент должен совпадать с полученным коэффициентом из первой практической работы. После этого вы определяете количество ездок с грузом. Для этого вы используете третью формулу, которую вы видите на своем экране. Все необходимые значения также были представлены в первой практической работе. Подставляя все эти значения, вы рассчитываете количество ездок с грузом. Также данное значение должно совпадать с значениями из первой практической работы. Далее вы рассчитываете динамический коэффициент использования грузоподъемности. Чтобы рассчитать данный показатель, вы используете четвертую формулу, которую вы видите на своем экране. В этой формуле вам необходимо использовать значения LGR, P-годового и Q. P-годовое – это грузооборот, Q – это грузоподъемность автомобиля и LGR – это пробег автомобиля с грузом. Все необходимые значения были рассчитаны ранее. Вы можете подставить все необходимые значения и рассчитать динамический коэффициент использования грузоподъемности. После того, как вы произведете все необходимые расчеты, вам необходимо будет заполнить таблицу, которую вы видите на своем экране. Данная таблица заполняется согласно полученным значениям из второй практической работы. После того, как вы заполнили предыдущую таблицу, вам необходимо будет заполнить таблицу, которую вы видите на своем экране. Данная таблица заполняется согласно полученным значениям по первой и по второй практической работе. На этом вы ознакомились с методикой выполнения данной практической работы. Согласно этой методике вы научились определять основные технико-эксплуатационные показатели производственной программы, а также производить расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава автотранспортного предприятия. На этом мы заканчиваем наш обзор данной практической работы по дисциплине «Организация производства и менеджмент предприятия». Сейчас вы можете приступать к выполнению данной практической работы. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.